1 2 3 всем привет вам быть слышно видно напишите да мы вот по просьбам трудящихся разбирать но начинаем на полчаса пораньше не 8 часов как обычно и вообще даже в субботу 8 часов немного пораньше потому что некоторые из вас просили просили там еще пораньше как получается так вы давайте мне напишите что есть да вот все есть привет даша привет сав привет марин привет артур и александр тоже привет 4 так в чем мы сегодня с вами будем разбирать вариант по сути готовить марину досрочным экзаменом вот здесь задания начинаются не с первого номера почему 7 до скачивать по сути в описании но либо можно с вами начали о чем поговорить о чем-то расскажите можем сразу начать решать чтобы за сегодня вообще постараться разобрать все задания которые в этом варианте есть а тут много что есть есть там параметры есть 19 номер и задачки по геометрии есть пара штук из второй части но не очень сложный так привет сим привет делина на знание так и ну и про варианты по сути это то что было у вас на досрочном экзамене которые писали недавно на прошлое позапрошлой неделе был досрочный экзамен но это не так что какие-то супер-пупер задания организаторы взяли скопировали по моему варианты егэя прошлого года ну какой то там поменяли регионы только центральный регион писал то что было на востоке восток писал то что было на западе в общем принципиально новых номеров то здесь нет поэтому мы его так очень подробно до этого с вами не разбирали никаких видео на канале нет но порешать я думаю стоит вот на этом молодец если вам еще также напишет настоящий экзамен будет ваша красавчик так мы че делаем то начинаем начать или чачки давайте вы мне только на счет того я хотел вас то есть каникулы у вас начинаются на этой неделе правильно в чате как написали будут каникулы на этой неделе или как всегда попало кого-то есть кого-то нету вот вы уже закончились так мы тут везет везет никто ничего наверное поехали первый номер вот он отдельно показан сверху текст она поймите у меня нарисована картинка на рисунке нарисован график функции отмечены точки и нужно и в точке наибольшие значение наименьшее значение производной и от вас был во-первых ответ и во вторых давайте обсудим как мы это делаем что-то у меня по-любому спрашивал этот номер прям в день пробника что мы делаем то наверное можно взять нарисовать касательно я их даже давайте постараюсь нарисовать как нибудь вот так так разными цветами чем акмарин верно да мы считаем для того чтобы думать про значение производная производной нам нужно смотреть на танец угла наклона касательный каждый из точек который отмечен поэтому нужно было взять и и на от руки нарисовать касательно во всех точках которые нам нужны вот я их стараюсь как-то провести соответственно давайте по очереди про каждую поговорим вот в красной точке красная касательная какое здесь примерно значение производной f-штрих минус двойки даже не ответ а вы мне просто 5 минус двойки производная такая-то вы мне пока отвечает проминус двойку и уже есть правильные мысли все над этим думали да что нам на самом деле красный график не нужен и фиолетовый график тоже не нужен график 1 касательно фиолетовое касательно нам не нужны потому что красной производная положительная функция возрастает производная положительно Виолетовая касательная идет горизонтально, значит в точке единичка производная равна нулю. Нам нужно наименьшее значение. Наименьшее это какое-то отрицательное число у нас получается. Отрицательное значение производной у нас будет либо в точке минус один, либо в точке четыре. И вот уже между ними нужно выбирать дальше. Чтобы между ними выбирать, опять же, ну, можно как-то быстро все делать. Просто там, посмотрев, где более круто идет функция, да, там у нас и более резкая производная. Ну, либо мы честно считаем тангенс угла наклона касательной. Сами себе придумываем, что вот голубая касательная, тут две клеточки, две клеточки. И тангенс голубой точки равен двойке. А в оранжевой точке у нас касательная идет более резко. Получается, что мы всегда берем, в этом номере всегда мы считаем тангенс угла между касательной и горизонтальным направлением. Поэтому углы, которые я отметил, для них мы считаем тангенс. И в синей точке у нас получается, что тангенс равен противолежащий катет, он прям сильно больше, чем прилежащий. Не знаю, там сколько. Сейчас, я что-то не дописал, да? Тангенс равен 2 делить на 2. Здесь тангенс равен единичке. А оранжевый тангенс равен 6, допустим, делить на 3. Равен двойке. Или я что-то еще забыл, вы меня поправите. Да, вот SAV, я вижу, пишет минусы, что мы все это считаем, конечно, и еще обязательно ставим минус. Потому что у нас функция убывает, касательная идет вниз, и производная в итоге получается отрицательная. Так что мы сравнив значения минус 1 и минус 2, понимаем, что минус 2, которое мы насчитали примерно, это меньше значения. Минус 2 меньше минус 1. И в итоге в ответ пишем четверку, точку, в которой мы это все считали. Привет, Адам. Нам сообщили, за 15 первичных дали 46 вторичных. Нет, Настя, такого быть не может. Ну, это прям, ну, какая ерунда. Все, 15 первичных это должно быть сколько там, ну, короче, под 70. Точно, ну, шкала перевода, она не сильно меняется год от года, и на дне там мухлюют, конечно, составители экзамена. Но так, чтобы за 15 давали, сколько написал, 46, такого не бывает. Так, ну ладно, с этим справились. Идем дальше. Восьмой номер. Сейчас я его скопирую себе. Так, есть у нас конус внутри цилиндра. Известен объем конуса. Объем конуса равен 27. И нужно найти объем цилиндра. Тоже, в принципе, устно решается. Объем цилиндра. Вопросик. Ну, давайте в рамках повторения вы мне в чат все-таки напишите формулу объема конуса, формулу объема цилиндра. И мы все аккуратно сделаем, прям все расписав. Хотя можно посчитать. Да, я вот вижу ответы. 27 умножить на 3, 81. Так, мне нужны формулы. Я хочу проверить, как вы их знаете. Объем конуса. Формула. Одна формула. Объем цилиндра. Другая какая-то формула. Так, первая формула. Одна треть площади основания на высоту для конуса, да. Но поскольку у нас в основании все-таки именно круг, так что одна третья не просто площадь основания. Одна треть пер квадрата умножена на h. Для цилиндра. Тоже площадь основания умножить на h. Но поскольку основания мы знаем, получается пер квадрат умножить на h. Ну и в итоге мы знаем, что объем конуса равен 27. Берем, 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 берем вот это выражение красной рамочки. И понимаем, что нам вообще удобно, удобно нам выразить целиком пер квадрат h. Чему равно такое выражение? Для этого мы берем на тройку, умножаем. И получается у нас как раз пер квадрат h равно 27 умножить на 3. И таким образом мы понимаем, что выражение, которое мы выразили, это и есть формула объема цилиндра. И остается 27 на 3 умножить. И в четвертой степени 81. Окончательный ответ задачи. Дарья, это не досрочный экзамен. Досрочного экзамена еще не было. Досрочный экзамен будет в пятницу. Это пробник, который многие писали. Привет, Ром. Запись, конечно, будет. Да, запись всегда сохраняется. Через сколько-то времени, после того, как стрим заканчивается, она появляется на канале. Ну что, идем дальше. Девятый пример. Девятый пример. Надо найти значение выражения минус 25 умножить на косинус альфа, если на 2, на косинус 2 альфа. Если косинус обычного альфа, мы знаем. Ну, собственно, давайте теперь вы наверняка мне пишите формулу косинус двойного угла. Раз у нас в задании участвует двойной угол, вы мне в чат предлагаете формулу косинуса двойного угла, которую мне лучше всего использовать. Ром, сегодня будем решать вариант, который по ссылке в описании. Постараемся решить вообще все, пока у нас там силы есть, будем решать. Так что мы дойдем и до геометрии, и до каких-нибудь, может, не дай бог, параметров будем решать. Ну, лучше какой-нибудь 19 номер. Так, да, видимо, мы возьмем формулу 2 косинус квадрат альфа минус 1. Именно эту формулу вы мне предлагаете, и правильно, да, то есть у нас вообще три варианта этой формулы есть, но мы берем ту, в которой у нас участвует косинус альфа. Зачем нам отдельно искать синус, хотя, конечно, так тоже можно сделать. Мы берем формулу, в которой участвует косинус. Получается, что наше выражение это 25 умножить на косинус в квадрате альфа, вместо косинуса в квадрат альфа, косинус альфа у нас минус 0,8. Подставляем, минус 0,8, возводим в квадрат и вычитаем единичку. Остается все это досчитать. Ну, наверное, удобнее делать все-таки, переведя в обычную дробь. 2 умножить на минус на минус пропадает, 8 десятых это 4 пятых. Подробнее не пишу, 4 пятых в квадрате минус 1. Хотя можно в десятичной дроби перемножать, все равно ответ получится. И в итоге минус 25 умножается на 2 умножить на 16 делить на 25. Минус единичка, которую на 25 домножили. Минус 25 умножается на 32 минус 25. Все по дроби 25. Как раз мы перевели в десятичную дробь, ой, десятичную дробь перевели в обычную, чтобы у нас 25 за скобкой 25 знаменателей сократилось. Ну и, собственно, наверное, мы получаем ответ. Если я ничего не потерял. Вроде ничего не потерял. Так, что подлагивает? Подлагивает. Давайте мне напишите, что подлагивает. Я надеялся, что у нас нет такой проблемы. Нет, вебка та же самая. Так, Пилски, ты предлагал формулу косинус квадрат минус синус квадрат. Ну, смотри, правильно, формула-то верная, да? Но если мы возьмем эту формулу, нам нужно узнать еще синус. Тогда нам приходится через тождество находить, чему равен синус. То есть, зная косинус, мы, конечно, можем найти синус в квадрате. Минус квадрат альфа, посчитать его по тождеству. Но удобнее нам взять сразу формулу, в которой есть только косинус обычного угла. То есть, мы именно эту формулу берем. Формулу вы все три штуки должны знать. Да, ну и, в общем, вот где-то тут в конце появляется ответ минус 7. Не лагает, не лагает. Другой параметр скинуть. Адам, ну давай, когда мы дойдем до параметра, тогда ты скинешь что-нибудь. Ну, я знаю, как ты скидываешь параметр, сам его там тихонько решаешь. А потом я тут с ним мучаюсь без тебя. Так, следующая задачка. Ну, номер, он, 10. Это все такое задание одной из самых простых, которые бывают в 10 номере. Но он все равно отражает суть 10 номера. Тут какой-то радиоактивный изотоп распадается. И у нас есть формула М от Т. Давайте я перепишу. Равно М0 умножить на Е в степени, а не я. Двойка в степени минус Т. Делить на Т большое. Которое там дальше расписано. М0 начальная масса. Т время. Т большой. Перед полураспада начальная масса. Будет 136 миллиграмм. Да, вот это вот 136. Надо найти время в минутах. То есть, Т мы будем искать. Сходя из того, что масса должна получиться, быть равна, должна быть 17 миллиграмм. Что-то нам еще известно. Период полураспада. Т большое. В задании 10 минут. 10 минут. В общем, задание мы почитали. Все подставляем. И я от вас в чате жду ответы. Получается просто уравнение, которое надо как-то дорешать. Минус Т делить на 10. Давайте я вам пару минут задавать вопросы. И написать в чате правильный ответ. Привет, Сайбер. Будет только вторая часть. Но сейчас мы до 8 часов. Наверное, дойдем до второй части. Не так долго. Но надо чуть-чуть размяться. Так, ну вы решаете, да? Дальше согласно с тем, как я все подставил. Тридцатка. Да, что ты написал тридцатку. Ой, ну тут надо что-то сократить. Первым делом, что мы делаем. Все делим на 136. С левой стороны 17 136. Наверное, это как-то сокращается. Поскольку надо взять там по 8, наверное. Это единичка, это восьмерка. Здесь у нас 2 в степени минус Т делить на 10. Дальше. 1 восьмая. Это 2 в минус третьей степени. Это как раз у нас должна получаться степень двойки. Чтобы все нормально решалось. Минус Т делить на 10. В итоге мы приравниваем степени. 3 равно Т делить на 10. Минусы я уже выкинул. Десятку умножаем. И получаем ответ Т равно 30 минут. Еще раз смотрим задание. Что от нас действительно хотят. Мы нашли... Нашли через сколько минут. Так что мы нашли время. 30 минут. Там вдруг надо было еще в какие-нибудь секунды переводить. В минутах тридцатка ответа. Так, так, так. Ну можно, да. Можно сказать, что 1 восьмая. Ну вы что. Вот если на калькуляторе делить 17 на 136. Тогда конечно 0,125 получается. А если делить там столбиком. Столбиком неудобно делить. Но главное надо понимать, что оно делится. Делится. Значит 136 должно на 17 сокращаться или делиться. И просто подобрав, что 17 на 8 это 136. Я сократил. А если вы пишете 0,125. У меня сразу подозрение, что кто-то считал на калькуляторе. Так, ну что-то, что-что. Коему подавлению я что-то только с этим микрофоном нечастным не делал. Он когда не стрим, он все... А, все. Я извиняюсь, сейчас должно быть получше. Наверное. Микрофон, когда не стрим, он себя отлично ведет. Не шумит, ничего. Прям такой ровненький звук. Когда надо стрим, он начинает хрипеть. Ну ладно. Так, я открываю следующий номер. Тоже полезно повторить перед досрочным экзаменом. Обязательно такую стандартную задачку. Но досрочный экзамен наверняка тут мало людей сдает. Вдруг еще кто-нибудь. Кроме нас двоих. Так. Все. Моторная лодка. Давайте вы мне предлагаете, как мы такие задачи решаем. Тормоторные лодки, которые плавают по и против течения. Или вы на скорости ее стараетесь решить быстрее. Так. Херва написал уже уравнение. Ну да, нормально. Таблица и уравнение. Ну давайте. Раз Херва написал уже уравнение, то я быстренько составляю таблицу. У нас лодка плавала, видимо, по и против течения. Я, правда, задачи не читал. Наверняка там так и есть. По и против течения. Весь путь у нас S туда-сюда 195. 25 километров. Здесь 195, здесь 195. Скорость мы обозначаем за иксы. По течению. Найдите скорость течения. А, мы течение не знаем. Если скорость лодки в неподвижной воде. 11 километров в час. Когда лодка плавает по течению, нам течение ей помогает. 14 плюс X. X у нас скорость течения. То, что мы хотим найти. Так, а если лодка плавет против течения, то 14 минус X. И что? Последний столбец про время T мы заполняем по формуле. Здесь буква T. Получается 195 делить на 14 плюс X. 195 делить на 14 минус X. Одно время, другое время. Подумали внимательно, какое время больше. Из большего вычитаем меньше. И получается уравнение. 195. Время против течения, оно больше. 14 минус X. Минус 195 на 14 плюс X. Вот, наверное, как-то иногда путают местами. Но тогда у вас уравнение не решается. Вся эта разница равна 2 часа. И еще одно число, которое у нас в даче есть. Привет, Влад. Я думаю, что ты еще ничего не пропустил. Так, да. X он скоро... Да, Гелин, да. Давай я допишу, что здесь не просто течение вода. Течение воды. Вот так. Ну и что? Решаем уравнение. Надо его как-нибудь быстро решать. Чтобы время не тратить. Да? 14 плюс X. 14 минус X. Здесь двойка, которая умножена на разность квадратов. Так что это 196. Вроде минус X квадрат. Знаменатель выкинули. Получается... Давайте я даже выпечатать, наверное, быстрее будет. 195 умножить на X минус... А, сейчас... 195 умножить на 14. Плюс 195 умножить на X. Вот такое на X. Минус 195 умножить на 14. Минус на минус дает нам плюс. И получается плюс 195 умножить на X. Так. И с правой стороны 2 умножить на 196. Минус 2X квадрата. Задание в беседе есть. Да, под... А, решает ссылка под видео. Ну, на ютубчике видео. Да, у нас идет под ним описание. Там ссылка на весь этот вариант. Ну и что? Мы ничего умножать от личного не будем. 195 на 14 уходит. 190... Что еще тут есть? Двойка. Двойку мы сейчас, наверное, тоже сократим. Да? Вот эту двойку сократим, сократим. А здесь два раза по 195. Ну и, в общем, остается... Если я ничего не путаю, надо, конечно, более аккуратно решать на экзамене. Ну, может, не на экзамене сегодня. 195 умножить на X. А с этой стороны остается 196 минус X квадрат. Так, так, так. Алхимик. Ты предлагаешь так написать? Ну, можно... Не-не-не. У тебя с левой стороны еще X должен быть. Да, X. X куда-то потерялся. У нас есть. 88... Ну, короче, дальше-то надо что? Решать уравнение квадратное с большими числами. Самый надежный подход. Минус 195. Хотя нет. Какой самый надежный подход? Мы сейчас, наверное, поведет посчитаем. Нет. Считаем и поведет. Надо посчитать. Это что-то странное. Что-то я тут намудрил, наверное, немножко. Пока торопился. Попом, попом. X потеряла. Так, 196 и минус единичка. Попом, 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 попом. Значит, у нас неправильно. Да, плюс, конечно, да, вот так. Спасибо. Тут я еще пять минут думал. Да, ну можно считать дискриминат. Ну, надо было уже давно освоить теорию Виета. Мы смотрим на число 196. Сразу догадываемся, что это произведение число 196 на единичку. Но с учетом того, что знак минус у нас либо здесь минус, либо здесь минус. А в сумме они должны давать минус коэффициент B. То есть их сумма это минус 195. Значит, у числа 196 знак минус, а у единички знак плюс. Один корень с плюсом, другой корень с минусом. Первый корень минус 196 нам явно не подходит. Он отрицательный. И вообще число какое-то большое. Течение не может с такой скоростью вылететь. Значит, у нас остается корень, равный 1 км час. Нормальная скорость течения. Вот мы ее нашли. И все. Да, получился ответ. Так, так. Не, ну каждый хочет больше все время написать. Те, кто пишет там на 60, хочет написать на 70. Те, кто на 70, хочет на 80. Кто на 80, хочет на 90. А кто на 90, все время ноет, что им, конечно, не хватает чего-нибудь до сотни. Это стремление к совершенству просто. Так, идем дальше. Или вы успеваете задать вопросы. Ну, кто-нибудь решает через дискриминанты и квадратное уравнение. Ну, тоже, пожалуйста. Ну, обращают в теореме, я такая полезная штука. И редко пользуемся почему-то на стримах. Но надо ее постоянно применять. Особенно вот в этом номере. И главное, в неравенствах, когда мы там решаем. Там много раз приходится квадратное неравенство решать. Так, 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 так. Все, номер 12, поехали. Номер 12. У нас задача найти точку минимума. Функция y равно 2x минус ln от x плюс 3. И еще плюс семерка. Ну, что, берем, находим производную. Тоже ничего интересного. Давайте мне в чат, наверное, производную эту напишите. Так, как будто я один решаю. Напишите мне в чат производную. Напишите точку, которая у вас получается. Так. By hero, он больше всего мне сегодня помогает. 2 минус 1 делить на x плюс 3. Да, 2x производная двойка от ln. От ln x производная. Давайте какую-нибудь формулу сбоку напишем. ln x это 1 делить на x. А если у нас ln не просто x, то мы вообще-то должны пользоваться правилом сложной функции на всякий случай. А то вдруг в каком-то другом номере будет что-нибудь похитрее. Да, 1 делить на то, что было внутри логарифма, и умножить на производную того, что было внутри логарифма. Но поскольку производная от скобки x плюс 3 это единичка, у нас ничего не меняется. Мы должны там нажать еще на эту производную, но она равна единичке, поэтому получается так, как написано. Дальше мы берем 1 минус 2 делить на x плюс 3. Все приравниваем к нулю. Умножаем до общего знаменателя сюда x плюс 3. 2x плюс 6 минус 1 делить на x плюс 3. Равно нулю. 2x плюс 5. Я специально оставляю знаменатель зачем-то. Равно нулю. И в общем x числителя, корень числителя, это минус 2,5. Пятерку перенесли и на двойку поделили. Так, и наверное, поскольку у нас получилась одна точка, мы, конечно, ее напишем в ответ. Давайте что-нибудь вы мне предложите все-таки, как можно быстренько себя проверить правильно. Да, что вот у нас есть точка минус 2,5. Задания от нас хотят, чтобы это была точка минимума. Раз это точка минимума, значит, знаки должны меняться с минусом на плюс. Мы хотим как-нибудь проверить. Как мы это хотим проверить? Взять какие-нибудь точки и подставить ее куда? Куда подставить? Куда подставить и какие точки вы мне предложите взять? Вот вопрос. Больше второй части. Ну, сейчас дойдем на второй части. Марин, да, что-то не то, надо внимательно. Что-то не так-то получилось. Что-то не получилось. Я перепутала. Ром, ты пришел к началу второй части. Просто числа поставим в выражение. Ну, в общем, о чем я хочу с вами поговорить-то? Вот если мы возьмем какую-нибудь точку 0, у нас все замечательно. Мы берем 0, подставляем куда угодно. Вот сюда, в производном, подставляем 0. И у нас получается там f y' от 0. Я о чем-то все это подробно разговариваю. Ну, ладно. 2 минус 1 делить на 0 плюс 3. 2 минус 1 третье. Это у нас положительное число. Все в порядке. А вот если вы захотите взять число какое-нибудь там минус 10, то у вас, вы его посчитаете, 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 и у вас опять получается плюс. Вот я про это хочу быстренько с вами обсудить. Ну, нельзя брать число минус 10, или почему можно. И при этом плюс получается. Единичку в производную и минус тройку в производную. Минус тройку в производную подставлять тоже плохо. Сергию, вот ты предлагаешь, да? Минус тройку тоже плохо подставлять в производную. Я вот именно об этом вам и напоминаю, что в каком номере с логарифмами мы внимательно подставляем какие-то числа. Потому что у нас есть, да, Даш, верно. Ты пишешь, что у нас есть O, DZ, логарифма, а есть просто O, DZ, потому что нельзя делить на 0. O, DZ, логарифма какой у нас? Мы-то его знаем, что у нас внутри логарифма должен быть плюс. То есть в самом начале у нас функция никакая попала, а есть ln от x плюс 3. Значит, x плюс 3, это выражение должно быть больше 0. Значит, у нас, в принципе, мы не можем брать числа, которые меньше, чем минус тройка. То есть у нас x должен быть строго больше, чем минус 3. Поэтому минус десятку взять нельзя. Минус тройку саму по себе тоже взять нельзя, точка выколота. Мы должны взять какое-нибудь число, если нам сильно хочется все проверить, минус 2,7 взять, напрячься, посчитать. Чтобы посчитать, надо подставлять куда-нибудь вот сюда. Да, вот это наша производная, мы в нее подставим, и вот тогда у нас действительно получится знак минус. А все, что левее, чем минус тройка, брать нельзя, и поэтому возникает ошибка иногда у некоторых. Да, ну вот, шеф, там же минус 3 мы же не ограничили. Но минус тройку тоже не берем, потому что в минус тройке у нас будет деление на 0, например. А в знаменателе минус 3 плюс 3 на 0 делим, сразу бардак во вселенной. Сим, сейчас мы дойдем до 14, обязательно я отвечу на твой вопрос. Ну, давай по порядку. Окончательный ответ. В ответ нам нужно написать точку минимума, и вот у нас ответ минус 2,5. А что такое ответ? Минус 2,5, нас спрашивают точку, так что мы точку и пишем. Так, поехали дальше. Дальше у нас есть два тринадцатых номера, один на тригонометрию с степенями, а второй просто на степени. Ну, давайте сначала то, которое было на пробнике. Ну, такой тоже хороший пример, в принципе, вот такого уровня что-нибудь должно быть не на настоящем экзамене. Не сложнее, не всякие формулы там, суммы синусов, ничего такого быть не должно. Должна быть какая-нибудь простая заменка. Ну, так, чуть-чуть подумать надо. Синус икс, и здесь у нас что, равно 2. Так, Бальфиру, ты прям хорошо подготовился. Наверное, пока я 12 номер решал, ты уже дорешивал 13. Так, ну, главное, да, вот. На чем мы смотрим? Смотрим на числа сначала 0,4 и 2,5. И вообще полезно в очень разных номерах. Далее десятичные дроби надо их перевести в обычные, далее обычные надо перевести в десятичные. Наверняка что-нибудь станет лучше. 4 десятых, если сократить, то это 2,5. А если 2,5 сократить, то это 5 вторых. Да, 2,5. И когда мы в таком вот виде пример записываем, он нам гораздо больше нравится, потому что у нас начинает выражение повторяться. 2,5, 5 вторых, прям все очень похоже, равно двойке. Ну, у нас степенное уравнение. Мы догадываемся, что сначала степенное, да, не обращаем внимания, что это синус. Все степенные уравнения решаем с помощью замены. Из 2,5 получить 5 вторых. Как взять что-нибудь одно перевернуть? Можно 2,5 оставить. 5 вторых перевернуть, написать, что это 2,5 степени минус 1. Минус 1 и еще степень, которая была до этого, степени перемножились. Получается 2,5 степени синус х плюс 2,5 степени минус синус х. Равно двойки. Ну, и дальше мы и те, берем, обозначаем вот это все. Это все выражение 2,5 степени синус х за букву Т. Это буква Т. А вот это у нас то же самое выражение, только степени минус синус х. То есть это 2,5 степени синус х и еще в минус единичке. Ну, и порешав много-много примеров, вы быстро догадываетесь, что это 1 деленное на Т. Ну, и тогда чем? Остается нам решать какое-то простое уравнение. Т плюс 1 делить на Т. Т равно двойке. Так, ну вы мне уже корни пишите. Хорошо, сюда на Т, сюда на Т. В общем, Т квадрат минус 2Т плюс 1 равно 0. Можем там нам же оформлять, надо решение где-нибудь в сторонке написать на всякий случай, что Т не равно 0. Здесь у нас дискримеант равен 0. Т равно 1, потому что все это формула Т минус 1 в квадрате. Формула сокращенного умножения квадрат разности. В общем, у нас находится один единственный корень. Т равно 1. Мы вспоминаем, что вместо буквы Т у нас такое вот выражение. 2,5 степени синус х равно единичке. Вместо единички делаем 2,5 в нулевой степени. 2,5 в нулевой степени. И все, у нас остается ответ. Степени приравняли. Синус х равен 0. Х равен... Ну, ответ давайте вы не напишите в чат. Да, 14 из пробника. Влад мне все предлагал эти издания. Так, я от вас... Да, там уже есть ответ и на пункт B. Так, ответ равен PN. Мы, конечно, никогда не ленимся нарисовать еще раз единичную окружность, подумать о том, что синус у нас по вертикальной оси. Синус здесь, точки PN, это слева-справа, как раз поэтому PN. Именно так записываем ответ. И получаем за пункт A 1 балл. Вот у нас... А, еще надо дописать, что M принадлежит Z. Вдруг нам за этот балл снимут. Это у нас пункт A. Ответ на него. Ну, ладно. Идем дальше. И решаем пункт B. Решаем, там же были у кого-то ответы. В пункте B промежуток. Промежуток от 2P... То есть 7P пополам. 7P пополам. Так, Дарья, давно я, кстати, тебя не видел. Ты... Как тебе там дела вообще? Расскажи. Я сейчас понял, что ты всегда протестуешь методу решения по окружности. Да? И решаешь перебором. А может, уже не решаешь перебором. То есть у нас есть точки. Вот 2P... Наши точки PN зеленым цветом отмечены. И сам промежуток можно нарисовать. Точка 2P находится с этой стороны. Точка 7P пополам. Ну, что это такое? Можно вообще 7 раз по Пи пополам посчитать. Можно сказать, что это 3,5P. В общем, каким-то образом надо дойти до того, что точка 3P пополам находится... Давай, 3P пополам. 7P пополам. Такая точка находится внизу единичной окружности. Я не буду долго рисовать. Так, ну ладно. Раз есть правильный ответ, это я быстренько все делаю. Вот мы выбираем 2P начало промежутка, 7P пополам конец промежутка. Так что мы берем большую дугу. У нас обе наших точки входят. И надо их правильно назвать. Но первая левая точка, она совпала с точкой 2P. Так что она 2P называется. А левая точка, ну, 2P прибавили Пи. Как-нибудь написали вот так, 2P плюс Пи. Поняли, что левая точка называется 3P. Соответственно, 2P и 3П через точку запятой пошли в ответ пункта Б. Это у нас пункт Б. Так, пробник легче реального ЕГЭ. Но этот пробник легче реального ЕГЭ, потому что задания, которые на нем были, которые мы сегодня с вами разбираем, многие задания были раньше. И пока вы готовитесь к экзамену, вы все эти примеры видели и как раз на них тренировались. А на настоящем ЕГЭ попадут с примеры, что-нибудь новенькое придумают. То есть, похоже на старое, но что-нибудь чуть-чуть поменяют. И вот в этом сложность экзамена. Что чуть-чуть поменяли и вы теряетесь. Так, Адам, что-то мало. Я все жду, когда ты напишешь уже на нас фотку что-нибудь. Хотя бы на 90. Я мог рассказывать, как это молодец вместе с Айбером. Так, 13 номер. Опять 13 номер. Ну что, тут по длине условия. Давайте я наш как-нибудь скопировать пример. Вот так, вот так. Собрать корни промежутков нам неинтересно. Нам надо решать уравнение. Сейчас я побольше сделаю. Так, ну, вроде все видно. И тут, наверное, давайте вместе обсудим. Потому что такого-то на пробнике не было. Что в этом номере сделать нужно? Делить надо. Отлично. Как будем сразу делить или еще заранее что-нибудь сделаем? 20 и 10 можно сократить. Нет, Даш, что-то я тебя не понимаю. 20 и 10 как можно сократить? А нет, вот тут умножение. 20 умножается на 10 в какой-то дурацкой степени. Х квадрат плюс 4, х минус 1. Разведение. Разложить. А я еще почитаю ваши варианты. 10 разложить. Хиру долго набирал. Так, ну вот да. Хиру мне правильный вариант предлагает. Но главное мы что делаем? Смотрим на числа, которые у нас в степени. 4. Вот, да, четверка. Это 2 на 2. Десятка. Это 2 на 5. А 25. Это 5 на 5. То есть что-то в номере все-таки хорошее есть. То, что делать 3 замены или 2 замены, это плохой путь. В этих номерах надо все стараться сделать через одну замену. Вот, ну, как бы, окей. Дальше. Степени у чисел одинаковые почти что, да? Вот у нас везде есть х квадрат плюс 4х. Какое-то одинаковое выражение. Здесь повторяется, здесь повторяется, здесь повторяется. Но в среднем слагаемом х квадрат плюс 4х минус 1. И вот этот минус 1, вот этот минус 1, надо первым делом его вытащить. Да, мы говорим, что у нас второе слагаемое посередине, это десятка в степени х квадрат плюс 4х поделена на 10 в первой степени. А, вот, все, Даш, я понял, о чем ты говоришь, что 20 и 10 сократить. Вот, как раз наступает момент, когда мы десятку вытащили. И теперь сокращаем 20 и 10, да? И у нас двойка остается. А уже после этого мы будем, наверняка, делить. Сейчас я все распишу аккуратно. Угу, угу, угу. Так, ну вот, все, отлично. Все варианты правильные в чате. Плюс 4х минус 7 на 5 в квадрате в степени х квадрат плюс 4х. И все это равно 0. Берем и делим на выражение 5 в квадрате. Ну, кстати, вы можете мне посоветовать, может, на что-нибудь другое надо разделить. Можно, потому что мы сейчас порешаем уравнение. А вот если бы не решали неравенство, можно было бы лучше на 2 в этой степени делить. Можем обсудить, почему лучше. Или без разницы. Делим. Каждая слагаемая делится по отдельности. С левой стороны у нас получается пятерка. Здесь получается 2 делить на 5. То есть у нас там 2 в квадрате делится на 5 в квадрате. Квадрат за скобкой. Получается 2 пятых в квадрате. И вся вот эта степень. Х квадрат плюс 4х. Средним слагаемым. Двойка, которая тут получилась, когда мы 20 и 10 сократили. Десятка. Мы ее расписали как 2 в такой степени, 5 в такой степени. Разделили. Одна пятерка сокращается. А вот так вот остается. Х квадрат плюс 4х. Делить на 5 в степени х квадрат плюс 4х. Так, и минус 7 равно нулю. Пу-пу-пу-пум. Еще будем что-нибудь решать. Но я не знаю. У нас сегодня, по-моему, большие планы. И мы, конечно, хорошо идем. Ну, я не уверен, что мы успеем вместе с 19 номером все дорешать. Я, Кудряшов, ну ты пока не так, чтобы что-то пропустил принципиальное. Мы сейчас дошли до 13 номера. Ну и что, я все уже хочу, чтобы еще раз кто-нибудь написал слово замена. Что у нас одно и то же выражение повторяется. То есть мы берем, смотрим, что у нас вот это все выражение. Две пятых в такой странной степени. Вот это все буква Т. Позначаем за Т. И у нас опять получается квадратное уравнение. 5Т квадрат плюс 2Т минус 7 равно нулю. И вы мне помогаете найти быстренько корни. Это первое, это второе. В чат их пишите, чтобы я не мучился считать дискриминант. Да, замена. Так, эльвина, эльвина. Ну давай подробней. Вот что этот перископ, когда мы делим, это... Ну, вообще, этот номер не так, что самый простой. Просто кто такие номера решал, за них, конечно, все просто. То есть, ну... У нас степенные уравнения обычно легко решаются. Мы хоп, и делаем сразу замену. Здесь замену сразу сделать нельзя, потому что все числа разные. Тут четверка, десятка, 25. Но вот разложив их как 2 на 2, 2 на 5 и 5 на 5, и вытащив еще вот эту степень минус 1, обязательно до этого нужно догадаться, да? То есть, если мы степень минус 1 не трогаем, у нас все не очень хорошо получается. Когда мы от минус 1 избавили степени, у нас степени у чисел стали одинаковые. Когда степени стали одинаковые, мы используем вот такой прием, как деление. Мы можем делить на выражение с иксом, потому что знаем, что это все выражение строго больше нуля, никаких корней не теряем. И берем каждое слагаемое, делим по отдельности. Ну, давай, я вот все это двигал ради того, чтобы... Геометрию будем, да, подробно решать. Все это я двигаю для того, чтобы... Влезла у меня еще одна строчка, которую я пропустил. И вот наверняка у тебя в ней как раз вопрос возник. Посмотри, пятерка, которая была впереди. Дальше, 4, 4, вот эта, четверка, это 2 на 2. Можно написать, что это 2 в квадрате и в степени x² плюс 4x. А мы все уравнение поделили на 5 степени x² плюс 4x, только 5 в квадрате. Поделили на 5 в квадрате x² плюс 4x. Степени у чисел одинаковые. 2 в квадрате делится на 5 в квадрате, получается 2 пятых в квадрате. То, что ниже написано. Первое слагаемое поделили. Второе слагаемое 2, которая вот 20 и 10 сократилась. Дальше 10 это что такое? Это 2 умножить на 5 в степени x в квадрате плюс 4x. И делим мы на 5 умноженное на 5. Я вот так напишу 5 в квадрате, это 5 на 5x в квадрате плюс 4x. А дальше мы каждое произведение, числитель 2 в степени x в квадрате плюс 4x, умноженное на 5 в степени x в квадрате плюс 4x. Безнаменатель 5. Такой степени, еще раз 5 в такой степени. Мы пятерку сокращаем. А 2 в степени остается. И 5 в степени остается. И получается, что у нас 2 в пятых в степени х квадрат плюс 4х. Такое же выражение, как в первом слагаемом. А в последнем слагаемом мы как раз поделили. На вот это все у меня зеленым написано. Поделили и в левом слагаемом только 7 осталось, а пятерка в квадрате сократилась. Так, ну отлично. Так, корни, корни Илья. Ты мне подсказываешь, не только Илья, еще мне много кто подсказывает. Единичкой минус 7 пятых. Минус 7 пятых. Ну и тут, наверное, надо еще что-нибудь обсудить. Так, подвинутая. Пу-пу-пум. Так вот сделаем. Ну, дальше-то какие идеи? С единичкой, наверное, все понятно. Да, 2 пятых степени х квадрат минус 4х. Минус 4х. Ну, то есть мы берем по отдельности, рассматриваем. Вместо единички, как в предыдущем примере, мы всегда единичку представляем, какое хотим число. Вот захотели, сказали, что это 2 пятых в нулевой степени. И тогда взяли степень и приравняли, и у нас ответ получится. Вот, а я в чат смотрю за вашими подсказками, что у нас в случае корня Т2. Т2 посторонний корень, да. То есть мы можем, конечно, там еще какую-нибудь пару, еще одну строчку написать, если захотим. Х квадрат плюс 4х. Но все равно должны прийти к выводу, что не может у нас число в степени быть отрицательным. У нас любое число в степени х, выражение такое всегда больше нуля. Так что отрицательным оно быть не может, и как кто-то в чате написал, это действительно у нас посторонний корень. Соответственно, вся эта ветка с решением минус 7 пятых пропадает. Но и остается нам дорешать только случай, вот там, х за скобку вынести. Х на х минус 4 равно нулю, и в ответ пойдет нолик и четверка. Оп, ответ пункта А. И замечательный пункт Б. Нужно сказать, какой из чисел 0 или 4 попадает в промежуток от минус 3 до 1. Я думаю, это неинтересно. Да, Ром, ты не ошибаешься, это называется однородное уравнение. Хотя у всех какие еще в институте потом будут похожие штуки встречаться. Так, 0, 4. Да, ну посмотрели на пункт Б. Какой интересный пункт Б, что нам нужно еще отобрать корни, которые попадают в промежуток. Ну, вот надо не удивиться, если вдруг такое попадется на экзамене. Но, скорее всего, на экзамене будет не просто там точка минус 3 один, а будет что-нибудь там с логарифмами, например. Да. 0 попадает под буквой Б. Так, ну что, идем дальше. И, наверное, уже поинтереснее, потому что у нас в какой-то веке задача номер 14 по диаметрии. Вот. И вот ее мы будем аккуратно, последовательно решать. Или вы можете мне рассказать, что давайте диаметрию потом, а сейчас давайте решать, например, там, 15-е неравенство. Спасибо, Мария. Так. Да, я вот, благодаря совету информатика булл, чуть-чуть исправился с донатами. Так, сейчас геометрию, потом геометрию. Гол, 15-й. Ну, пока 15-й. Три за 15-й, два за геометрию. Мы сначала можем либо 14-й, потом 15-й, либо 15-й, потом 14-й. На 14-й номера вы все равно не избавитесь. Так, три за 14. Поп-пом-пом-пом. Ну что, есть, что ли? Я не могу посчитать по вам поровну в голосовании. 15-й, 14-й, 15-й не нужно. Не, 15-й тоже нужно, потому что... Ну, а, давайте быстро решим. Ну, потому что я еще пример-то взял, потому что кто-то его тоже просил. Кто-то его просил. Ладно, давайте быстро, быстро, очень быстро решаем 15-й номер, потому что ничего там, конечно, интересного нет. Такие примеры решали мы 10 раз. Вы решали 10 раз, я с вами решал 10 раз. Что у нас есть? Какое-то неравенство с алгоритмами. Мы на него долго-долго смотрим. Видим, что у нас алгоритм XA по основанию 3. Везде такое выражение. Так, сейчас я скопирую все как-нибудь. Но я жду в чате ваше предложение и обидки по поводу того, что мы все-таки решили сначала делать 15-й номер. Так, так, так. О, какой ужас. Придется, например, переписывать. Это у нас большую часть времени займет. Один плюс, тут у нас логарифм XA по основанию 3. Минус 3. Шестерка. Плюс пятерка. Делить на логарифм. Вы мне расскажите, вот вы этот номер-то на пробнике решили, те, у кого пробник был, должны были решить. И набрать на нем обязательно 2 балла. И у вас хорошая оценка за пробник должна быть. Логарифма 27 и X6. В основании 3. 3 и 12. Больше либо равно нуля. Все-таки, мне кажется, вот эти примеры очень хорошие, потому что это мне подсказывает, что такое должен быть номер на экзамене. Пошел спокойно. Так, Настя, я успел увидеть в чате твою фразу, что у нас есть ОДЗ у примера. И ОДЗ у нас X строго больше нуля. То есть мы, конечно, в ОДЗ можем еще много чего понаписать, да? Можем, например, написать, что у нас выражение 27 смножить на X в шестой степени тоже больше нуля. Но вот пока мы это все решаем, у нас первое неравенство, оно перебивает второе. То есть в первом неравенстве у нас просто X больше нуля. А во втором неравенстве, там что-то на 27 поделили, поняли, что знаки плюс-плюс. У нас эта система, и должны оба выражения выполняться одновременно. И в итоге, посмотрев на то, что они должны выполняться одновременно, понимаем, что ОДЗ именно X больше нуля. Мы знаем, что X больше нуля, это очень важно, потому что с таким ОДЗ мы можем легко делать преобразования, которые нам хочется сделать в этом примере. Так, Алишер, Алишер, нет, что? А откуда у нас X больше девятки? Нет, такого условия нет. Или промахнулся на клавиатуре 0 и 9. Ну, написал, что знаменатель не равен нулю, можно написать, но это как бы лишняя трата времени. От страха можно написать. Потому что знаменатель не равен нулю, такое условие у тебя учитывается в тот момент, когда ты в методе интервалов выкалываешь точки. Да, у нас какие-то точки числителя будут закрашены, точки знаменателя все равно выкалываются. Нет, не, ну давайте, раз у вас вот есть классические идеи, то давайте подробнее разберем вот это второе неравенство ОДЗ 27 ик6. Что мы с ним сделаем? Мы же на 27-то поделим, взяли и на множитель сократили, 27 вообще пропало. Остается ик6 степени больше нуля. Как такое неравенство решить? Все решаем методом интервалов. У нас как бы корень нолик, при 0 в 6 степени 0. Ставим плюс и говорим, что с этой стороны тоже плюс, потому что у нас степень четная. В общем, метод интервалов даже в таком коротеньем примере работает. Ну, либо можно это как-то еще быстрее понимать. И что, в итоге остается, что для вот этого неравенства ик6 степени больше нуля подходит все от минус, ну, почти все кроме нуля. От минус бесконечности до нуля, от нуля до плюс бесконечности. И вот эта картинка. Да, но пересекая с условием x больше нуля с первым условием из УДЗ, получается, что только правая половинка числовой оси нам подходит. Отрицательные числа нам не подходят. Так что левая часть до свидания. И в итоге УДЗ выглядит как условие x больше нуля. Так, да, вот сим ты мне подсказываешь о том, что вот в этом месте. Только я почему-то не понял, почему разность логарифмов. Неравность, наверное, сумма, да, у нас минус-то как бы за скобкой. Мы смотрим на вот этот логарифм, который отличается от других. Сейчас. Что ж такое? А, нет. Летап или толчая. Ой. Сейчас, сейчас. Пять секунд. Так. Так, так, так. Вот так. Итак, у нас вот здесь минус. И сначала вот так я в скобке напишу, чтобы было получше видно, что мы логарифм разбиваем как сумму. У нас же произведение внутри логарифма, а то вдруг там какие-нибудь знаки кто-нибудь перепутал. У нас здесь внутри произведение умножить оранжевый знак. Разбиваем как логарифм 27 по основанию 3 и логарифм от х в шестой степени по основанию 3. Причем первый логарифм считается. Логарифм 27 по основанию 3 это просто тройка. 27 и 3 в кубе. Там 3 степени взяли, тройку вытащили. А логарифм х в шестой степени, ну, посмотрели на него, смотрели, посмотрели и поняли, что мы можем себе позволить вытащить степень из логарифма вперед. Мы это делаем аккуратно, подумав о том, что у нас есть ОДЗ. Про ОДЗ мы уже поговорили достаточно. У нас есть ОДЗ. С учетом этого ОДЗ можно спокойно достать шестую степень. И они всегда так можно сделать, и в каких-то примерах нельзя. Вот это, конечно, более сложный вопрос. Но если мы шестерку достали, то у нас отлично получается. Плюс 6 умножить на логарифм х по основанию 3. Мы таким образом добились, что во всем примере фигурирует только логарифм х по основанию 3. Так что мы это выражение логарифм х по основанию 3 обозначаем за букву А. Сильвестр еще тысячу рублей не прислал. Спасибо. Я, правда, не могу догадаться, кто такой Сильвестр. Так, везде, где есть логарифм х по основанию 3, мы напишем букву А. Здесь будет А. Вот здесь будет логарифм стоит в квадрате. Так что это А в квадрате. И уже с буквой А я, наконец-то, аккуратно перепишу пример. Потому что я немного тороплюсь, чтобы все-таки не очень подробно его решать. Так, 6 делить на А минус 3 плюс пятерка делить на А в квадрате. А вот аккуратно все подумаешь, что вот у нас есть минус, был перед скобкой минус 3. Дальше идет минус перед скобкой минус 6А. И еще там было плюс 12, которое само по себе. И вот так вот, больше либо равно нуля. Минус 3 и плюс 12, мы, конечно, посчитаем. Тут минус 3. Тут плюс 12. Посчитаем, посчитаем, будет это у нас плюс 9. Я все сотру. Все сотру. Если кому-то нужно, вы еще посмотрите, или напишите стоп, если я не спирал. Все сотру и буду решать теперь пример с буквой А. Так, согласны с тем, что мы делаем замену? Делаем замену, и у нас остается пример для решения метам интервалов. Просто буква А везде. Ну и можно его теперь спокойненько решать. Стираю. Отлично. Стираю, все стираю. Так вот, двигаю вверх. И начинаю решать. Начинаю решать, что делать. Вот тут 6 делить на А минус 3. И еще опытным глазом лучше заметить, ну как вот, или если не опытным глазом, то взять просто так, посчитать дискриминант для знаменателя во второй скобке. У нас там написано А в квадрате минус 6А плюс 9. Если вы такие примеры решаете постоянно и много раз, то вы там видите в этом выражении скобку А минус 3 в квадрате. То есть это квадратное уравнение, у которого дискриминант равен нулю, у него единственный корень, но он как бы два раза повторяется, так что все выражение сворачивается в скобку А минус 3 в квадрате. Да, где-то у нас сегодня было уже в каком-то номере первой части такая штука. И когда мы свернем скобку А минус 3 в квадрате, нам будет гораздо проще все домножить до общего знаменателя. Мы в примерах с неравенствами знаменателя обязательно оставляем. Мы уже далеко отошли от уравнений. На первую линейку мы домножаем на А минус 3 в квадрате, вторую дробь мы домножаем на А минус 3, а третью дробь не надо ни на что домножать. В числителе наводим порядок, у нас все под общим знаменателем. Знаменатель у нас остался, А минус 3 в квадрате, больше либо равно нуля. А сверху я сразу еще раскрываю скобки, А квадрат минус 6А плюс 9 плюс 6А минус 18 и плюс пятерка. Вот так. Так, очень много чего-то в чате. Пум-пум-пум-пум-пум-пум. Ром. Очень много текста, потому что сейчас не видно, что до этого писали. Ну, короче, я не говорю тебе, давай так, я не говорю тебе, не писать вот этот знаменатель. Ну, потому что вдруг вот ты там что-нибудь там перемудришь, и на экзамене будет лучше, если ты напишешь, там потратишь лишнее время, ну, там все точно будет правильно. Ну, вообще, вот смотри, сейчас что у нас? У ДЗ знаменателя А не равно тройке. Да, у нас точка 3 будет выколота. Точка 3 выколота, это значит, что логарифм Икса по основанию 3 не равен нулю. Это вот то же самое, как когда ты находишь УДЗ. Конечно, не будем. Хочешь, мы с тобой вконтакте об этом поспорим. Получилось подробно. А, получилось подробно. Ну, ладно. А квадрат, что у нас? Минус 6А плюс 6А ушло. 9 минус 18 минус 9, плюс 5, это минус 4, наверное. Минус 4 делить на А минус 3 в квадрате. А минус 3 в квадрате больше либо равно нуля. А минус 4 это А минус 2 на А плюс 2. Разность квадратов мы все раскладываем на множители. Знаменатель то же самое, больше либо равно нуля. Так, так. Так. Что у нас? Есть точки. 2 минус 2. Точки надо закрасить. Минус 2. Так, что-то я неправильно рисовал, да? Не влезет. Ну ладно, влезет. Точка 3. Вот тут двойка, а вот тут тройка. А тройка у нас с точкой знаменателя она обязательно выколота. Точка из знаменателя выколота. Вот у меня получаются промежутки. Давайте вы мне в чат напишите знаки, которые у вас получаются в этих 4 интервалах. То есть я в чат жду что-нибудь там. Минус, плюс, минус, плюс. Какое-нибудь такое выражение, чтобы проверить, что вы умеете расставлять знаки. Плюс, минус, плюс, плюс. Так. Настя, один знак, один знак мало, надо еще. Плюс, минус, плюс равно. Минус, плюс, плюс. Так, Ангелина, ты уже ответ написал? Да, у нас здесь плюс, здесь плюс, потому что точка 3 у нас степень у знаменателя скобков стоит в квадрате. Знак повторился, а точка выколота, поэтому никаких третелек и равно не будем писать. Здесь у нас просто минус, здесь просто плюс, потому что скобки стоят в первой степени и знаки чередуются, когда мы через точки, которые этим корнем соответствуют, перешагиваем. Ну и что, нам надо выбрать больше нуля. Да, мы берем там, где плюсы. Вот здесь подходит, здесь подходит и здесь подходит. Все. А, сейчас, знаете, в чем ошибка? Тут, конечно, не x, а это, кстати, плохо так написать. Тут буква а. А, мы же пора букву а неравенство решаем. Так, так, так. Вот так. Вот так. И мы, конечно, еще не торопимся написать, что это наш окончательный ответ. Сейчас, давайте я что-нибудь подвигу. Двигу, подвигу. Вы должны из замены вернуться и с этим наверняка у кого-нибудь есть проблема вернуться из замены. Поэтому это мы тоже разговариваем про это подробно. Вот это был все пример про букву а. Мы решили про букву а. Готова написать ответ для буквы а. Вот так. Что а у нас принадлежит от минус бесконечности до минус двойки, от двойки до тройки, от тройки для плюс бесконечности. Угу. Так, Ангелина, я, наверное, твой ответ не успел проверить. Да, ты вот, видимо, поторопилась. Поэтому что-то у тебя пошло не так. То есть мы берем, начинаем аккуратненько решать. Вот я постараюсь под каждым промежутком написать решение этого промежутка. У нас а меньше, чем минус 2. Логарифм икса по основанию 3, наша замена, она меньше либо равна минус двойке. А вот еще вот так вот зарисую. Для этого промежутка минус двойку представили как логарифм икса. Минус двойку представили как логарифм от 1,9. Потому что 3 в степени минус 2 как раз 1,9. И у нас осталось икс меньше либо равен 1,9. Решение зеленого промежутка. Берем следующий промежуток. Аккуратно начинаем решать систему, наверное. Мы же все вообще аккуратно будем оформлять. Будем аккуратно оформлять. Логарифм икса по основанию 3 больше либо равен 2. Логарифм икса по основанию 3 строго меньше тройки. Ну, в общем, тут порешали-порешали. Двойку заменили как логарифм девятки по основанию 3. Тройку заменили как логарифм 27 по основанию 3. И возвращаемся из этой замены. И, в общем, у нас получается, что икс лежит в промежутке икс меньше, чем 27. И в то же время икс больше либо равен девятки. Можно вот так двойнее неравенствовать сайта. Или у нас системка решилась и вот так вот две картинки пересеклись. Опять же, получилось, тут там точка закрашена, тут точка выколота. Оранжевый промежуток перетек выражение от девятки до 27. И самый правый промежуток, там уже то же самое у нас. Напишем, алгоритм икса по основанию 3 строго больше, чем тройка. В итоге икс больше, чем 27. То есть от 27 до плюс бесконечности нам все подходит. Ну, вот так вот вернулись из замены. можем зачем-то нарисовать еще картинку. Какое-нибудь решение отметить целиком, что у нас все выглядит вот так. 1,9 сюда поехали. Давайте я, наверное, одним цветом нарисую. Тут девятка, тут 27. 27 выколота. И у нас вот так. И сюда. И вот это уже картинка для аси икс. И почти ответ. Да, и... Да, спасибо. Напоминает мне про УДЗ. Именно так и надо делать. И себе написано, напоминает про УДЗ в конце. То есть у нас было в начале условие икс больше нуля. Мы обязательно должны его учесть. Если не учесть, то все старания зря. Вообще 0 баллов за номер поставят. Мы поверх нашей картинки рисуем условие икс больше нуля. Фиолетовый у меня нарисовано. И тогда понимаем, что у нас, в принципе, все подходит. Только у нас с левой стороны теперь не минус бесконечность, а нолик. Ну и у нас получается ответ. Кстати, вот он написан. От 0 до 1,9. От 9 до 27. От 27 до плюс бесконечности. Все молодцы. Все точки правильно там выклали, закрасили. Минус 2 балла на досрочном. А там, это у тебя что-то так было? В каком досрочном? Я сам, то есть, досрочный и недосрочный это пробник называется. Так. Ну прям вот так вот это вы не... Вот если бы мы где-нибудь занимались с вами не на ютубчике, а где-нибудь в каком-нибудь кабинете, я бы сидел, чай пил, а вы должны были кто-нибудь выйти к доске и смело написать все вот это решение, не сделав ни одной ошибки. То, что тут все, чему мы уже научились есть. Так, давайте пока тут висит, а я открываю предыдущий номер. Возвращаемся мы к номеру 14 по геометрии. И тут будет уже помедленнее. Может, посложнее, наверное. Так, это я стираю. Вопросов нет. И стараюсь построить в пейнте чертеж для геометрии. Пирамида А, Б, Ц, Д. Видимо, треугольная пирамида. Ребра ДА, ДБ, ДЦ попарные перпендикулярные, а ребра А, Б, А, Б равно Б, С, равно А, С, равно 7 корней из 2. Нужно доказать, что пирамида правильная. В пункте А. Мы сначала будем решать пункт А, что доказывать, с вами обсуждать. Потом будем считать пункт Б, там будет скорее больше подсчетов. В пункте А нужно нарисовать как-то чертеж. Ну и вообще, нам нужно нарисовать чертеж. Давайте, чертеж сначала будет выглядеть у нас как-нибудь вот так. У нас будет, наверное, несколько вариантов чертежей. У нас треугольная пирамида. Сейчас я вот все пластиком постираю. Линия, которая не видна, мы обязательно нарисовали пунктиром. Верщина пирамиды, буква Д. Здесь А, здесь Б, здесь С. Нам известно, что в основании А, Б, Ц, равнобедренный треугольник, сторона у которого 7 корней из 2. И что-то у нас еще есть какое-то условие про то, что ребра ДА, ДБ, ДЦ попарно-перпендикулярны. Давайте я, наверное, как-нибудь это напишу, что ДА, перпендикулярно ДБ. ДА, перпендикулярно ДЦ. И ДА, нет, ДА уже. ДЦ, перпендикулярно ДБ. ДА, боковые ребра пирамиды перпендикулярны. Это, по сути, так. Данон написал. И хотим мы доказать, что у нас пирамида правильная. Тут у меня сразу к вам вопрос. Что такое правильная пирамида? Это самое важное. Правильная пирамида. Так, 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 Байхиро, я чуть не пропустил твой вариант. Да, у тебя все правильно написано. Только ЧТД, перед ЧТД я бы там еще добавил какую-нибудь фразу, типа там, все понятно, что у нас пирамида правильная. Так, вот, это сейчас мы будем разговаривать. Все ребра равны, Даш, это неправильный вариант. Треугольник правильный, это... Так, ну вот, смотрите, еще раз. Очень важный вопрос. Что такое правильная пирамида? Даже не важно, что мы эту задачу решаем, или мы решаем задачу из первой части. Вы должны мне говорить, что у нас целых два условия должны выполняться. В правильной пирамиде. Первое условие, которое вы мне, конечно, пишете. Основание. Правильный многоугольник. Правильный многоугольник. В скобках. Треугольник в нашем случае. Да, у нас это условие и так, вроде, выполнено. У нас в основании лежит равносторонний треугольник. Первое условие, которое написано красным, оно и так само выполнено, условию задачи у нас и у нас сейчас я почитаю вот дарят твой вариант правильный основание правильный треугольник высота попадает в центр вот это правильный ответ то есть у нас есть второе условие что как его бы давайте я вот так напишу когда советует мне принципе тоже такое нравится определение хотя учебники по геометрии конечно так написано там написано что . проецируется в центр фигуры в основании высота попадает центр и сейчас мы еще перед тем как задачу решать должны обязательно с вами обсудить что правильно у правильной пирамиды нет такого условия что у него например все ребра равны они у нас может быть основание правильный треугольник пирамида взяла вот так вот отлично вверх сильно вытянулась у нее боковые ребра равны между собой вот черненьким нарисованы ребра основания равны между собой и пирамида при этом правильно если у него если у него высота которая идет из вершинки попадает в центр основания в центр треугольника четырехугольная пирамида правильно если у него в основании квадрат но не только нам нужно добавлять что обязательно высота из вершины попадает в центр фигуры в основании два условия если чё там это не знаем надо срочно бежать учить диаметрию я да я разбираю пробник так надо мне что-то с чатом делать он куда-то у меня убежал и я не успел все прочитать что вы мне написали да так что все обязательно подумали про то что высота должен должна попасть центр и видим наши задачи как раз этого условия то нам и не хватает то есть у нас в основании есть равносторонний треугольник а вот как бы нам доказать мы так и что делать не будем мы думаем заранее что мы хотим чтобы высота д а она попадала в центр треугольника это как-то сделать сложно зато я от вас ждут предложений так да да ром да давай я даже нарисую то что о чем ты спросил что если у нас треугольник если у нас треугольник правильный но у него центр это пересечение медиана бисеприс и высот все отрезки но у нас со всех сторон равнобедрен у нас есть у него просто центр . которая является точкой пересечения всего подряд в этой же точке у нас находится центр вписанная окружности в этой же точке у нас находится центр описанной окружности что в нашем случае наиболее важно нельзя через районство прямоугольного треугольника доказать дам сергию мы так и больше сделать в банике mbc провести медиану смотрите то есть но мы не будем как-то искать точку c мы вот представлять этот чертеж его как-то крутить голове вы не но и вот знать еще много задач про правильную треугольную пирамиду как-то решали и в первой части таких задач полно вот этот нижний мой чертеж то есть есть если пирамида таки правильно у нас еще и боковые ребра ровные вот эти черненькие эти то есть если пирамида правильно у нее выполняются условия том что боковые ребра равны между собой и в обратную сторону тоже верно то есть у нас вот сейчас у меня написано красным и синим цветом определение того что такое правильная пирамида есть у нее еще как бы дополнение да про то что если у нас свойства правильной пирамиды что есть прям это правильно то не боковые ребра равны с боковые грани равны между собой одинаковые треугольники равны треугольники и у нее боковые ребра при этом равны и в обратную сторону тоже работает обратно если у нас боковые ребра между собой равны то у нас сейчас об этом конечно еще поговорим если боковые ребра равны то высота начинает попадать именно в центр основания в центр описанной окружности вокруг фигуры которая там лежит основании да кроме если выполняются эти два условия тот пирамида правильно алиэшер то есть я игнорирую твоя идея провести медиану бисектрис ангелин не буду проводить то есть мы эти у нас мы это все думали 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 приводь приходим к выводу что мы на самом деле хотим доказать не очень хитрый факт у нас равны боковые ребра теорема которая там неплохо вспомнить даже не вспомнить просто надо догадываться что если все будет как у нас задачи у нас должны стать я должно быть равно db равно должно быть лице если мы это сможем доказать по сути мы вот пункта и выполним если это так я равно db равно dc тогда мы задачки справляемся хотя вот это такой сложный переход так у хопу и ниоткуда взялась теорема о том что если боковые ребра равны то пирамида становится правильным она не становится от этого правильно короче давайте мы вот как раз то что красным написано будем придумывать как нам именно вот это доказать а потом когда мы это докажем еще раз подумаем почему если эти условия написаны красным выполняются почему когда высота начинает попадать в центр основания равенство боковых ребер это свойство правильной пирамиды верно ром то есть у нас есть свойства боковые ребра равны это свойство если фигура такая то она своим свойством обладает то же самое то же самое время мы будем использовать теорему давайте я тоже каким-то напишу что если у фигуры боковые ребра равны то высота попадает центр описанной окружности вот давайте пока как это показывает повисит мы будем над этим думать думать то есть это вот не одно и то же то есть свойство правильной пирамиды то что не боковые ребра равны а вот прям теорема которая написана в ней нет ни слова про то что фигура должна быть правильной а просто если у какой-то произвольной фигуры боковые ребра равны а такое может легко случиться я не знаю а взяли какую-нибудь там мощь кривую такую штуковину но как-то так у нас высота поехала не точно это давайте возвращаемся к варианту что вы думаете над этой теоремой и предлагаете мне как же нам доказать что да равно быть дб равно dc а грани у правильной пирамиды равны и равны то наберем треугольники у меня видео вообще не лагает потому что все в реалтане происходит ведь виснет ну надо как-то с этим бороться так давайте сосредоточились мне нужны ваши идеи кто там все что-то у вас немного так как внезапно в субботу много людей получилось я уже кто-то мне предлагал правильный ответ а сейчас я отмотаю чат почитаю кто-то сделал by hero сегодня все решает правильно то что он на мекай на пробнике все про не сделал да но мы кто эту задачу не решал думаем о том как бы нам доказать что да равно дб равно dc как мы это будем делать да ром мы действительно как-то напишем по теореме пифагора самая лучшая теорема геометрии мы должны и мы должны как-то использовать вот это условие про то что ребра друг другу перпендикулярны перпендикулярные ребра дают нам на чертеже прямые углы то есть вот углы между самыми самими вот этими боковыми ребрами они прямые грани адб dbc dc и три грани боковые они являются прямоугольными треугольниками а я их могу не отдельно нарисовать например так вот так d мира тут а тут b отдельно сторона даб мы догадываемся что мы когда-нибудь докажем что да рано дб треугольник мало того что он прямоугольный он еще станет равнобедренным треугольником при этом сторону а б мы знаем к 7 корней из 2 так можно рассказать про каждый треугольник я вот вам возьму и скопирую три раза треугольника буквы поменяю то есть пока то мы не знаем чтобы как то что эти ребра равны но собираемся это доказать так так здесь . b . c здесь . а здесь . c то есть я взял нарисовал по отдельности те три грани и поскольку у нас треугольники прямоугольные мы наверняка сейчас как-нибудь придумаем использовать теорему тифагора нужно доказать что треугольники равны да можно так делать треугольники у нас как раз будут равны сейчас не хватает какой-то фразы в чате я жду ваших предложений сейчас я все почитаю нет сергио так как ты пишешь так нельзя так не работает значит по свойству боковые ребра равны у нас там свойства правильной пирамиды а пирамида нас пока не является правильным то есть мы не можем ее использовать свойства то есть когда мы это докажем пирамида является правильной тогда в пункте b мы сможем свойства использовать они так что мы говорим что докажите что она правильная но она правильно у нее ребра равны поэтому она правильная так не работает вода и длина так вот тоже ранее поправляет вот как бы нам доказать что отрезки то равны то есть кром давай развивать свою идею насчет теоремы пифагора я римфа гора как я написать так что время фагора писать нам нужно это не сделать по двум сторонам и углу между ними треугольники равны так не работает потому что мы не знаем что две стороны равны нас про то что на большом чертеже красным обозначены равные эти боковые стороны это вот вопросик это мы пока этого не знаем если у нас получится доказать все отлично пока мы этого не знаем соответственно не можем использовать первый признак раз треугольников да да ром но так и надо вы мне все впариваете мне признак равенства прямоугольник треугольников но здесь не получается так сделать но и смотрите вот что у нас сейчас есть у нас есть три треугольника вот они у меня написаны написаны нарисованы мы знаем что у каждого из них гипотенуза семь корней из двух здесь семь корней из двух здесь семь корней из двух это не знать ну а больше мы про эти треугольники ничего не знаем они прямоугольные ну ладно у нас же может быть треугольник с гипотенузой семь корней из двух может быть таким может быть там может быть вот таким у каждого из них могла бы быть гипотенуза семь корней из двух и чё пожалуйста вот они все отлично существовали треугольники были бы не равны а условия то что гипотенуза семь корней из двух это же треугольник прямоугольный выполнялась бы у нас нет условия пока что на катеты то что катеты равны да да я вот именно этой фразы очень долго ждал нужно всего лишь сказать что у нас стороны взять и как-нибудь обозначить там db x значит на всех чертежах здесь становится x d a y значит вот тут y d c z здесь z и здесь z стороны по обозначали и три раза написали теорема пифагора x квадрате плюс y квадрате равно семь корней из двух в квадрате потом написали x квадрате плюс z в квадрате равно то же самое в квадрате еще у нас осталось y квадрате плюс z в квадрате такое выражение опять семь корней из двух в квадрате у нас получается система из трех уравнений три раза написали теорема пифагора она всегда выполняется прямоугольном треугольнике из этой системы мы как бы хотим найти x y z мы их найдем по сути найдем и у нас получится что все равно стороны друг друга равны вы можете сами это быстренько как-нибудь сделать как такую систему то решить решение решить надо даже даря они окажутся равнобедренными нам это докажем то есть когда мы докажем что они равнобедренные тогда конечно у нас там все сразу признаки заработают и все остальное вот надо как бы взять на себя смелость ввести буквы x y z и чего и дальше как и не тут системку это решать как можно взять например из первого уравнения второе вычесть получится что когда мы вычитаем x и уходят x квадрат минус x пара пошли или вообще не знаю допустим да и останется y квадрате минус z в квадрате равно нулю об отлично правой стороны там нас одинаковое выражение они взаимо уничтожились все просто вычти из первого уравнения второе нас остается что y квадрате равно z в квадрате поскольку у нас число положительные никаких плюс-минусов в геометрии нету просто y равен z вам делаем то же самое там со вторым третьим уравнением получаем что x равен y получаем что x равен y равен z мы доказали что 3 боковых ребра друг другу равны написав три раза теорема фагора он алишер нет не работает то что предлагаешь потому мне предлагать то надо конечно мы не можем сказать что у нас синусы углов равны чего бы у нас равны чтобы были равны синусы углов должны быть равны углы а почему у нас равны углы непонятно есть треугольники равны тогда у них равны углы а если мы не знаем что треугольники равны и пробуем их ничего не знаем но там сказать в условии сказано что там эти ребра взаимно перпендикулярны значит что у нас вот эти вот эти вот я вот вечно большом четыре сейчас закрашиваю еще раз прямой уголок значит что треугольник adb это не он не обязательно такой как я его нарисовал то есть но изначально до этого не знаем треугольники adb мы про него знаем что у него угол 90 градусов а то что два других угла равны это не факт мы так нарисовали мы так думаем мы это ничего не доказали мы предполагаем что он равнобедренный предполагаем что меню углы равны у него эти кат NOTs равны но изначально у нас нет условия про то что уегодно у нас есть условия только про то что один угол прямой два других как попало вот сим да вспоминаем твой вопрос вспоминаем твой вопрос про то что если не решить пункт а и решить пункт b так можно делать и так нужно делать на экзамене бывают у нас задачи когда пункта сложный пункт б попроще то есть мы смело берем утверждение которое пункте а даже не смогли доказать и используем его для того чтобы решить решать пункт б они решили но знаем что пирамида правильно когда она стала правильная мы можем использовать свойства про то что не боковые ребра равны и боковые грани равны и вообще все мы там знаем уже а все замечательно единственный способ доказать не знаю я даже не знаю что могу сказать что прям какой-то способ мне кажется да давай я скажу что единственное чтобы не сочинять можно сделать еще на то что остальные все пути они какие-то были бы обходные очень длинные просто три раза написать теорема фагора обозначив сами для себя букву но это вот все обозначение это все должно работать с учетом того что нужно догадаться мы хотим доказать что боковые ребра равны и знать там свой теорему о том что теорема которая фиолетово написано том что если у фигур у фигуры боковые ребра равны то высота попадает в центр описанной окружности еще раз это у любой фигуры не обязательно правильно пирамида если давайте что-нибудь постараюсь изобразить перемен этот конь фигура может быть у него в основании лежит чень другое сейчас основание у него лежит там не знаю вот какой-нибудь такой кривой треугольник даже не так вот так в основании лежит какой-то треугольник этого треугольника у него есть описанная окружность но это даже более сложное все рассуждение вот над этой точкой центром окружности взяли сверху отметили вершину пирамиды посоединяли ее с вершинами треугольника так соединили так соединили так соединили представили себе такую ситуацию что у нас могут быть равны боковые ребра у фигуры а фигура при этом не является правильной у него ребра между собой равны высота попадает центр описанной окружности а пирамида при этом не является правильным у него в основании черт знает что есть такой треугольник есть такой есть но такая сторона здесь не такая сторона все три стороны разные но при этом боковые ребра пирамиды равны и вот это то о чем нам говорит теорема что если боковые ребра равны то центр проецируется в центр описанной окружности вершина пирамиды проекция высота попадает центр описанной окружности в основании то у нас треугольник никакой попала про основание про треугольник abc про него мы все знаем что он равносторонний, и для него центр описанной окружности это именно его центр. Так что мы берем эту теорему в нашем случае, и нам достаточно факта того, что x равен y равен z. Мы еще должны, наверное, но это, конечно, не ко мне вопрос, что должны мы какую-нибудь такую теорему написать, ну, не обязательно теорему, какими-то словами это объяснить, про то, что если боковые ребра равны, то высота попадает в центр описанной окружности. Вот я бы это словами вот так написал. Можете что-то оказал бы, если бы мне было ничего делать на экзамене. И тогда бы спокойно к пункту B перешел. Ну, результаты по пробнику это явно не ко мне. А вот мы можем в B сказать, что пирамида про... Да, Ром, я вот с кем и Сим тоже самое спрашивал, еще кто-то тоже самое спрашивал, еще раз. Мы можем решать пункт B. Давайте мы так же, как будто так и делаем. Все, пункт А решили, написали в конце волшебную фразу ЧТД, что нам и требовалось доказать, про то, что пирамида правильная. И переходим к пункту B. Но кто-нибудь, кто не справился с пунктом А, все равно должен стараться решить пункт B. Там есть, у него, конечно, есть некоторые способности геометрии. Да, то есть, мы это все считали, 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 считали. Все это нам не надо. Мы просто теперь знаем, что в основании знаем мы, что пирамида правильная. Так, давайте я что-нибудь напишу. Пункт B. Пирамида правильная. Можем это использовать. Да, можем это использовать. И из этого у нас сразу кучу всего сразу следует. То, о чем мы только что говорили. О том, что у нас боковые ребра между собой равны. ДА равно ДБ равно ДС. О чем мы еще можем взять? Сказать, что у нас ДО высота попадает она именно в центр основания. Все это мы используем. Если нам хочется, мы так и будем дальше решать. Вот. Но решать-то мы будем дальше, потому что у нас задачка еще просечения в пункте B. Не очень все это честно. Так много действий ради того, чтобы получить один балл. Ну, вот. Что-нибудь что-то надо же делать. Вдруг вы сидите на экзамене, у вас время осталось, два часа не домой же идти. Надо стараться все задачи решить, какие бывают. Геометрию в том числе. Так что, короче, вот этот чертеж я оставляю в коронке. Но чертеж для пункта B сделаю новый. В общем, идея какая? Вы должны прямо представить эту пирамиду еще раз. Про то, что у нее ребра с буквой D. ДА, ДБ, ДЦ. Они взаимно перпендикулярны. То есть, как это выглядит. Как три взаимно перпендикулярных прямых. То есть, у меня как угол в комнате. Да, там все три прямые друг к другу перпендикулярны. И мы вместо того, чтобы рисовать чертеж, как он у меня сейчас нарисован, нарисуем чертеж, ну, положим эту пирамиду на точку D. Короче, ладно, давайте я нарисую, будет проще. вот мы берем, вот это будет у меня точка D. Из этой точки у нас идет сюда линия, сюда линия, сюда линия. Я, в общем, все соединяю. Сейчас еще постираю ластиком. Заднюю сторону мы не видим. Тут А, тут С, тут Б. Зачем-то я пирамиду так положил, ну, мне кажется, что так будет решать удобней. пользуюсь опытом. Потому что так будет лучше видно все действия, которые мы сейчас там будем рисовать, все точки, которые будем отмечать. Собещение будет удобнее построить. ByHero сообщение, наверное, не отправляется, потому что, ну, этот, ребят, кто-нибудь там из товарищей модераторов, посмотрите, что оно отправилось, надо его там как-нибудь одобрить, либо есть способ, что надо какими-то русскими буквами в начале сообщения писать и поменьше использовать всяких скобок фигурных, потому что YouTube не принимает их. Алишер, да, у тебя уже плюс сколько там, 3 или 4 часа, поэтому тебе придется досматривать записи спокойной ночи. Так, что делаем-то? Делаем дальше условия про то, что у нас есть точки М и М, отмеченные на стороне ДА и на стороне ДЦ. Ну, наверное, да, вот так у меня нарисовано. На стороне ДА отмечаем точку М, на стороне ДЦ отмечаем точку Н. Здесь М, здесь Н. Я даже не знаю, что там дальше. Ну, вот все одновременно происходит. Нам спрашивают про сечение МНБ. Мы должны взять, соединить точки МН и точку Б. Все соединяем и получаются сечения. То есть в данном случае очень просто. Взяли, поставили точки для начала, соединили их и поскольку у нас линии, которые эти точки соединяют, идут просто по граням фигуры, МНБ красный треугольник, сечение, про которое мы сейчас будем 12 минут разговаривать. Отправился твой ответ. Да, правильно у тебя. Все отлично. Молодец. Давайте мы сейчас много полезного для себя из этой задачи извлечем про геометрию в целом и про данный номер в частности. Например, что я хочу от вас услышать, что как только вы поняли, что пирамида, точнее, вы это поняли в пункте А, доказали, в этот пункт А не доказали, вы все равно приходите к выводу, что в пункте А у нас боковые ребра, вот они, Д, А, Б. Тут Б, тут А, что боковые ребра это прямоугольные треугольники, потому что у нас есть условия про прямоугол. Пирамида правильная, боковые ребра между собой равны, 7 корней из 2 мы в сторону знаем, я все к чему веду, что вот эти катеты, которые друг другу равны, вы их легко можете посчитать, так что давайте вы мне в чат напишите, чему равно ДА, которое равно ДБ, которое равно ДЦ, Х, Y, Z, которые мы с вами по теории Пифагора считали в пункте А. Екатерина Царева, будут видео про кредиты, завтра, наверное, я не успею все доделать, в понедельник, утром появится видео про кредиты следующая часть. Ром, что-то я твой вопрос не очень понял, что значит не важно, как расставить букву, как нет, важно, то есть, смотри, я почитал условия, что точка М, она, например, на стороне ДА лежит, точка М лежит на стороне ДЦ, еще подумал о том, что она не совсем там посерединке, чуть-чуть сдвинута, ну, и то есть, если рисовать чертеж неправильный, а букву поставить как тебе захочется, то у тебя не получится решить задачи, так что ответа на твой вопрос нет. Да, да, это я пишу Даши и второй Даши, двум Дашам, которые мне подсказывают, что мы можем посчитать катеты, которые равны семерке, но я думаю, что мы не будем про это подробнее разговаривать, как вы посчитали теоремию фагора, 7, 7, 7, все посчитали, что здесь по 7. Дальше, чем мы используем, у нас в задании сказано, что точка M делит там сторону DA, как 3 к 4, неправильно чертешь, у нас здесь 3x, а здесь 4x, да, у нас есть вот это условие, давайте я его напишу в сторонке, что dm, dm делить на MA равно 3 делить на 4, и, 3 делить на 4, и во всех задачах по геометрии, когда у нас есть какое-нибудь такое условие, мы этим обязательно пользуемся, вводим иксы, этот кусочек 3x, этот кусочек 4x, а при этом вся сторона там у нас семерка, значит мы просто вообще все знаем, мы знаем, что у нас, я не знаю, можно это где-то написать, что 3x плюс 4x равно 7x, и равно семерке, значит x равен единичке, но это очень подробно, x равен единичке, значит у нас не иксы, а мы прям знаем эти отрезки, здесь получается 3, здесь получается 4, если бы я был перфекционист, то я бы еще перерисовался все чертеж, чтобы точка M, да, у нас MA должно быть больше, чем dm, так что точка M должна куда-нибудь сюда переехать, но мне это уже лень делать, то же самое про точку M, там 3, там 4, оп, вот, теперь больше знаем, и того, x равен единицы, да, и что, признак подобия, ну, теперь вот это мы, это прям, очень быстро соображается, когда вы построили чертеж, посмотрели на то, что дано, дано, и сразу 3, 4, 7, 7, все, все стороны нашли, тут 7, тут 7 корней, из 2, мы тут очень много всего знаем, у нас все, все есть, чтобы задачу решить, задача в пункте B достаточно простая, но нужно просто чуть-чуть уметь решать задачу по 3 метра, то есть план-то какой, нам нужно найти площадь этого красного треугольника, S, B, M, чтобы найти площадь треугольника, у нас, у нас вообще такой подход во всех задачах на сечении, мы берем, находим все стороны этой фигуры, то есть нам надо сказать, чему равно BM, чему равно BN, чему равно MN, там вопросики, поставим, и я жду ваше предложение о том, как найти, давайте чем-то простое начнем, начнем, как вот найти, например, сторону BM, BM, чему равно, так, по формуле Герона, мы пока не дошли до формулы Герона, хотя если вам захочется, то мы, конечно, по ней посчитаем, так, первый вопрос в чат, как найти BM, Рома, потом уже поговорим про признак подобия, а тут нам, конечно, он нужен, да, ну как, да, BM, еще BM, я даже напишу, пока вы не отпечатаете, сим, нет, это не Апофема, Апофема, она, Апофема, это вообще какое-то сложное слово, это высота, которая идет, высота, медиана, боковой грани, она же не медиана, у нас точка М, это не серединка, а вот просто выбрали какую-то точку М, так что, тут 3, тут 4, в сумме 7, да, конечно, по Пифагору, ну и раз по Пифагору, то вы можете мне еще прям написать в чат, чем уже эти равные BM и MM, у нас, давайте я какой-нибудь чертеж нарисую, для тех, кто не увидел теорему Пифагора, мы берем, смотрим на грань отдельно, вот у нас точка Б, вот у нас точка Д, угол у нас по-прежнему прямой, вот у нас точка М, тут 3, тут 7, мы все знаем, можем BM посчитать, вот он, вот он, вот он прямой угол, фиолетовый угол здесь, фиолетовый угол здесь, потеряните Пифагора, не хотите мне написать ответ, надо написать, сколько получается BM, да, да, правильно, ДБДА перпендикулярно, мы же обязательно используем условия, у нас очень хорошо, чтобы вот эти боковые, боковые ребра в сторону попарно перпендикулярны, те прямые углы, которые в задаче появляются, это очень хорошие углы, они нам, как бы, вы должны прям радоваться, если у вас так вдруг в заданиях получается, а нужно использовать теорему Пифагора там 10 раз в разных умирах, 4 в 10, ну что, я могу тоже умея посчитать, но, не 4 в 10, да, Ром, ты можешь искать имен по признаку подобия, и так именно надо сделать, привет, Саша, корень из 58, да, давайте я напишу, для тех, кто считает в уме, что мы берем 3 в квадрате 9, 7 в квадрате 49, 7 в квадрате 49, плюс 9, 58, корень из 58, мы подумали чуть-чуть над этим числом, четное 58 пополам, 29, 29, простое число, корень не извлекается, ну и ладно, значит так и оставим, что у нас БМ, корень из 58, то же самое про БМ, да, аналогично, с той стороны, у нас получается, то же самое, вся та же самая теоремия Мифагора, тоже получается, корень из 58, так, сейчас, 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 давайте я, наверное, вы пока думаете, у нас следующий вопрос, то какой, кто-то уже придумал, следующий вопрос в том, как найти МН, нам нужна третья сторона треугольника, для того, чтобы потом каким-нибудь образом посчитать его площадь, так что я тут пока подвигаю чертеж, чтобы у меня все влазило, сюда, сюда, и в чат от вас еще жду предложений, кроме Ромы, и еще кого-то, кто уже писал свое предложение, как мы будем искать сторону МН, так, так, из подобия, да, я вот все хочу услышать фразу, из подобия, так, 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 сейчас я все подвинул, подвинул, чтобы целиком решение влазило, так, нам остается найти МН, правильно, чтобы искать МН, мы явно будем рассматривать, в данном случае, то, что в основании там нарисовано, основании моего чертежа, хотя это, ну, как нарисовали, в зависимости от того, как нарисовали, так, грань не является основанием, а, вот у нас есть точка Д, точка А, точка С, я отдельно рисую чертеж, отмечаю еще раз точку, сейчас, вот так, правильно, теперь отмечаю точку М, отмечаю точку Н, мы прям знаем, как эти точки расположены, тут 3, тут 4, тут 3, тут 4, тут 7 корней из 2, и хотим найти МН, соединяем МН, отдельно, постоянно надо рисовать чертежи, и внимательно на такой чертеж посмотрев, видим, что МН у нас АЦ параллельно, ну, так, на глаз-то видно, что она параллельна, раз она параллельна, то у нас такая ситуация, что треугольник отсекся на 2 подобных, один маленький, другой большой, надо только вспомнить, как, ну, то есть, треугольники подобные, и с подобием треугольников мы найдем МН, там можно в чат написать, чему равно МН, но гораздо важнее написать, что мы решение целиком оформляем, мы должны сказать, что треугольник, треугольник, ДМН, подобен, треугольнику, какому, ДАЦ, по, и вот надо сказать, по какому признаку, и еще раз писать, почему у нас это все выполняется, вот это я от вас хочу сейчас в чате услышать, да, ну, это надо как-то придумать, насчет того, чтобы обратная связь была, и вы могли решать задачи, лагает, я, надо придумать, что можно сделать с тем, что лагает, вот, ну, я сейчас попробую, что-нибудь починить, насчет лагает, ну, не знаю, плохо, лучше бы не лагало, ром, шаги, надо задачу по геометрии, оформлять правильно, писать там все доказательства, все признаки, там, что, почему, из этого следует, из этого следует, и вот там, по теме, фагоры считаем, и так далее, по двум сторонам и углу, правильно, Сергио, так, ребят, давайте еще раз, у нас лагает видео, да, нужно сказать, я уж сам не помню, какой это признак подобия, второй, наверное, это признак подобия, две, ну, можно не помнить, какой-то номер, ладно, это именно второй номер, две стороны, две стороны, и уголы, две стороны, и угол, то есть, что значит, две стороны, угол, там, признаки подобия, треугольников, все проходили, в таком классе, как уж не знаю, восьмом или девятом, проходили теоремы, обязательно их нужно знать, чтобы решать задачи по геометрии, постоянно у нас такие ситуации, везде попадаются, то есть, у нас с одной стороны, у нас есть, ДМ, относится к ДА, на 3, делить на 7, то же самое с точкой Н, ДН, делить на ДС, тоже 3, делить на 7, мы прям все стороны знаем, нам легко, легко у нас получается, что стороны друг другу, парапорциональны, две стороны одного треугольника, пропорциональны, двум другом, двум сторонам другого треугольника, угол Д у нас общий, поэтому он, соответственно, одинаковый, и в том, другом треугольнике, коэффициент подобия, равен 7 третьих, значит, вот это мы все доказали, что треугольники подобные, и теперь мы говорим, что МН, ну, как мы говорим, что МН, маленькая сторона, относится к стороне АС, в большом треугольнике, который мы знаем, тоже должно быть 3 седьмых, все это равно коэффициенту подобия, сторону АС мы знаем, получается, что МН находим, 3 седьмых умножаем, на 3 корни, ой, на 7 корней из двух, семерки сокращаются, и остается 3 корни из двух, сторона МН, Ангелина, да, это не средняя линия, не тормозим, ладно, сейчас я еще сам что-то начал тормозить, из-за лагер, так, МН нашли, все это написали, мы, ладно, сейчас так, 3 секунды мне надо, все, так красиво, двинуть, нашли МН, остается у нас последнее действие, можем даже, наверное, сделать после этого небольшой перерыв, и, чтобы стрим от лагал, компьютер мне перезагрузился, задачку до решаем, делаем перерыв на 5 минут, и закончим, не закончим, еще продолжим потом после этого решать, все мы сделали, нашли в треугольнике МНБ, все стороны, у нас он получился при этом равнобедрный, здесь корень из 58, здесь корень из 58, и нижняя сторона МН, 3 корни из 2, как же нам найти площадь этого треугольника, давайте вы мне быстренько напишите, и мы закончим, сделаем паузу, на то, чтобы стрим от лагал, да, Марин, вот в этом и проблема, это ужасно, то есть надо либо задачу, ну, не, хотя вот эта задача, ну, вот все, что сейчас написано в пейнте, на 1 балл, еще ладно, еще можно, но вот это как бы простой номер, вот пункт B этой задачи, это простой номер, в сравнении с тем, что попадается, оставить за него, по-прежнему, 1 балл, если вы после этого вспомните задачи на кредиты, которые можно решить, там 2 минуты, там стоят 3 балла, то становится понятно, что что там министерство образования делать не так, тергио, тергио, тергио плохой, плохая идея использовать теорему Герона, ну, вообще, Герон, это такая, не знаю, в частных случаях, удач, удобно посчитать по теореме Герона, иногда это получается, там красивый ответ, когда у нас треугольник подходит под треугольник Герона, но мы-то что-нибудь подумаем, по-пу, Киро, ты 16-й расписал, молодец, как, что мы сделаем там, как мы находим площадь равнобедного треугольника, давайте, вы не будете меня расстраивать, скажите мне правильный ответ, у нас треугольник, если бы, вот, Сергей, если бы у нас был произвольный треугольник, и здесь было бы корень из 58, а вторая сторона корень из 72, тогда бы, конечно, мы бы использовали формулу Герона, все три стороны разные, и мы бы считали по ней, там, как-нибудь бы написали ответ, математика в пятницу будет, ну, что, Ром, давай, я жду фразы от кого-нибудь, что надо сделать, как посчитать площадь треугольника, или давайте подробно, какую еще вы знаете формулу, кроме формулы Герона, ребят, давайте, надо сосредоточиться, решать задачу, написать ответ, и в чате ответ был только от этого, от Hero, или синус, или высоту, или синус, можно, но долго, конечно, высоту, мы, как мы находим площадь, на бедном треугольнике, так сто раз, так делали, в других задачах, пока в школе учились точно, берем, рисуем высоту, она у нас является, медианой, и бисектрисой, и высотой, она берет, сторону МН, делит пополам, тут появляется какая-нибудь точка H, H, HN, половинка, значит, три корня из двух, именно пополам, а то тут в конце можно еще взять и обсчитаться, тогда мы высоту, высоту, BH, находим по террине Пифагора, это все считаете, считаете, не ленитесь, дорешать задачу, корень из пятидесяти восьми в квадрате, минус три корня из двух, пополам, в квадрате, считаете, сколько здесь под корнем получается, ничего хорошего тут не получается, но вы как все это пишите, а потом мне еще раз пишите, чат формулу, одна вторая, H на A, половина произведения основания на высоту, и в чате должен обязательно появиться окончательный ответ, площадь которую вы посчитаете, да, высоту провести, одна вторая A на высоту, наверное, у нас чат лагает, я верю, что вы все это быстро должны были написать, так, 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 да, компьютер хочет, мы сделали перерыв, 16-й будем тоже решать, и 19-й еще будем решать, 16-й будем решать, 16-й несложно, давайте, я, наверное, вижу чат, короче, видимо, чат у меня тоже отстает, все, надо делать перерыв, короче, давайте, вам задача, пока идет перерыв, мы начнем решать дальше, ровно в половину, вот у меня сейчас на часах, 24 минуты, начнем решать дальше, в 30 минут, а пока перерыв, но, если вы не досчитали, чему равна площадь, надо досчитать обязательно, и получить за эту задачу, все-таки, 2 балла, долго мы ее делали, все влагает, невозможно, до сих пор, 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 Продолжение следует...